На этой неделе в городской думе состоялось награждение спортсменов спидвейного клуба «Локомотив». Награду получили Анджи Лебедев и Олег Михайлов на чемпионате Европы в парной гонке, завоевавшей третье место. Также был награжден их тренер. Руководство предприятия «Дагопил Суден» обратилось к депутатам с просьбой внести изменения в решение, принятое два года назад, связанное с реализацией проекта по развитию водопровода и канализации на Юдовке. Как оказалось, выросла часть расходов, не относящаяся к реализации проекта. Для этого водоканал просит Думу обеспечить гарантию на получение кредита в размере более 3 миллионов евро. Заем планируется взять на 20 лет. В преддверии Дня Учителя в минувшую среду 2 октября в Центре латышской культуры состоялось традиционное торжественное мероприятие, посвященное дагопилским педагогам и прошедшее в этом году под девизом «Учитель в эпоху перемен». Во время мероприятия особой благодарности были удостоены бывшие директора, педагоги и сотрудники Управления образования. На этой неделе 3 октября в Дагопилском отделении Управления по делам гражданства и миграции состоялась торжественная церемония, на которой клятву верности Латвийской Республики дали три претендента на гражданство. От имени городской думы их поздравил исполнительный директор Игорь Алексеев. Этой церемонией завершилось рассмотрение заявок, поданных претендентами. После этого будет издано распоряжение Кабинета министров о предоставлении этим людям гражданства в порядке натурализации. На территории Дагопилского строительного техникума состоялось торжественное мероприятие «Инкапсуляция капсулы с посланием для будущих поколений». На территории строится полигон закрытого типа. В здании будут проводиться учебные занятия для подготовки молодых специалистов для таких программ, как строительство, автотранспорт, металлообработка и дорожное строительство. Это строительство даст дополнительный стимул талантливым студентам выбирать специальности, предлагаемые Дагопилским строительным техникумом. Продолжительность проекта до 31 июля 2020 года. С 7 по 11 октября Департамент молодежи Дагопилской городской думы организует неделю волонтеров. В течение недели каждый сможет присоединиться к молодежной команде добровольцев для различных мероприятий. Мероприятия пройдут в Молодежном центре неформального образования Дагопилской городской думы, Дагопилском центре польской культуры, Русском культурном центре, приюте для животных Дагопилса, Латгальском зоопарке, Центре реабилитации для слепых и Дагопилском территориальном центре дневной реабилитации. В СЕИМ направлен законопроект, подготовленный Латгальским регионом планирования. Документ предусматривает инвестиции в развитие Латгальской СЭС, предсчитать также вложения в заработную плату. Заместитель председателя Дагопилской городской думы Янис Лачпласис говорит, что с самого начала было запрещено предоставлять льготы представителям некоторых отраслей, например, тем, кто ведет разработку леса и перерабатывает молоко. А ведь это важные для Латгалии отрасли. И встречаясь с предпринимателями, обсуждая, как вместе не просто создавать рабочие места, но и предлагать достойную зарплату, они пришли к выводу, что нужно считать инвестициями именно зарплату на новых рабочих местах. После реформы самоуправления количество депутатов в местных органах власти может уменьшиться с 1614 до 705 человек или на 56%. Об этом говорится в проекте поправок к закону о выборах в городские и краевые думы, провозглашенном на совещании госсекретарей. Предусмотрено, что после административно-территориальной реформы количество самоуправлений уменьшится со 119 до 36. В соответствии с проектом реформы нужно внести изменения в количество депутатов самоуправлений, чтобы оно соответствовало величине территории и обеспечивало бы оптимальное распределение политических сил, пояснили в Министерстве охраны среды и регионального развития. С 1 января 2020 года уровень гарантированного минимального дохода увеличится с 53 евро до 64 евро в месяц на одного члена домохозяйства, сообщает Министерство благосостояния. Это предусмотрено принятыми правительственными поправками к правилам Кабинета министров правила об уровне гарантированного минимального дохода. Пособие для обеспечения уровня – это основная финансовая помощь нуждающимся лицам, у которых нет никаких доходов, либо они очень низкие. По прогнозу, в 2020 году такое пособие будут получать около 24 тысяч человек. В 2018 году его получали 20 878 лиц или 1,1% населения. Продолжение следует... Продолжение следует...